С лесного массива на близлежащие сёла. Уже четвёртый день на севере Казахстана бушуют природные пожары. Особенно страдает Костанайская область, где люди лишились своего жилища. В Крыганецкой области откликнулись на призыв и готовят к отправке гуманитарную помощь нуждающимся. Ирина Вовещевич подробнее. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, лесной пожар начался около деревни Казанбаса. 2 сентября в 15.10. Тушение пожара осложнялось порывами ветра и сильной жарой, густой растительностью и отсутствием подъездных путей. Пожар постепенно добрался до жилых домов и строений. Президент поручил правительству принять меры по защите граждан на тушению пожаров. Выделены средства на ликвидацию последствий этой чрезвычайной ситуации. Проведена эвакуация 1841 человека местными исполнителями органов, организованное размещение эвакуированных и их питание. Имеются сведения о получивших травмы, ожоге, отравлении, различной степени тяжести, а также о погибших. Сотни домов сгорели. 3 сентября была подготовлена колонна с техникой спасателями Карагандинской области для содействия в тушении. Ночью собирались ехать наши силы от департамента ПАЧС Карагандинской области. Сейчас пока дали отбой. Колонна готова. Они находятся в расположении пожарных частей. Они на старте. Вчера, 4 сентября, во всех городах и районах Карагандинской области были открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от лесных пожаров в Кустанайской области. Организатором выступила партия Аманат. Ночью, с субботы, на воскресенье, представитель партии Аманат Ярлан Джахан Лахушанов написал пост о призыве открыть штабы. И мы сразу же на следующий день в 9 часов по Карагандинской области, во всех городах и районах, в том числе в Караганде, в филиалах партии открыли штаб. Была создана группа из числа волонтеров молодежного крылажа «Старухы». Около 30 человек занимались закупкой продуктов и вещей первой необходимости. На специально созданный счет представители одной из диаспор перечислили миллион сеньгия. Подключились и заслуженные деятели Республики Казахстан. В таких ситуациях мы всегда должны быть вместе. В том числе сейчас Ассамблея народа Казахстана, партия Аманат и другие организации очень активно собирают гуманитарную помощь. Очередной караван гуманитарного груза сегодня вечером направится в Кустанайскую область. Филиал Ассамблеи народа Казахстана в Карагандинской области открыл пункт приема помощи пострадавшим от пожара. Организовываются сборы в мечетях, а также отозвались предприниматели. Мы обратились ко всем нашим предпринимателям, в том числе и гражданам Карагандинской области, с просьбой оказаться в действии помощи тем людям, которые пострадали. Нашей помощью мы хотим охватить чем больше людей, тем лучше. Тем более сейчас наступает осень, холодный период времени. Необходимо в первую очередь одежда, лекарственные средства. Люди даже не успели из дома элементарное взять, тёплую одежду и так далее. В Кустанайской области объявили режим ЧС местного масштаба. Сегодня президент Касым Жумар Тукаев с рабочей поездкой прибыл в Кустанайскую область до оценки хода работ по ликвидации природных пожаров.